Выпуск продолжит новости спорта, о них расскажет Берри Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Дебютант ВХЛ, победитель регулярного чемпионата и финалист Кубка Братины. Карагандинская Сарарка уступила право поднять над головой заветный трофей действующему обладателю Кубка Нефтекамскому Торосу. Традиционный аншлаг не вызывал сомнения. Не более 5000 человек заняли все возможные места на трибунах, балконах и лестницах ледового. С первой минуты уже полностью изучившие друг друга команды ринулись искать счастье у ворот соперника. В этом матче как никогда сказывался характер игроков, ведь именно силы закончились еще пару матчей назад. Сейчас играла воля, характер и опыт. Во всем, кроме последнего, Сарачка не уступала нефтекамцам. Именно опыт выступления в таких матчах помог сохранить Торосу 19-килограммовый трофей в своем музее еще минимум на год. Сергей Сентюрин и дважды Артем Гореев поражали ворота Францкевича и Ковача. Серия была очень тяжелая. Практически мы в шестом матче играли в три пятерки и выложились полностью. Очень много играло травмированных. К концу чемпионата у нас не хватило, скажем, троих-четверых игроков. Поэтому в финальной серии, в финальной игре мы оказались немножко слабее. Отдавшие все силы в предыдущей игре, караганицы не смогли удивить правильно распределивших силы гостей и проиграли финал. Но сезон Сарарка закончилась гордо поднятой головой. Вы знаете, я скажу так. Сколько Бог дал, столько мы и взяли. А взяли мы немало. Если начинать, изначально международный кубок взяли, кубок Кальмара. 23 победы восстановили рекорд и кубок регулярного чемпионата. Я считаю, что это для первого года выступления высшей хоккейной лиги, хоккейного клуба Сарарки, это очень много. Итоги сезона подвел один из тех, кто непосредственно занимался комплектацией великолепного тренерского состава. Директор хоккейного клуба Сарарка Арген Нигматуллин. Я считаю, что сегодня нельзя говорить о том, что сезон не удался. Сегодня большой хоккей пришел в Караганду. И это будет большим толчком и развитием для того, чтобы мы могли развивать наш хоккей. И я считаю, что сегодняшний проигрыш это просто показывает о том, что Караганская школа была и будет существовать в хоккее. И мы будем развиваться дальше. Успехи наши впереди.